Так, не забыть бы вопрос. Всегда улетучиваются. Да, были такие тяжёлые вопросы, навязчивые. Опять же, насчёт по теме убийства и карма. Мастер говорил, что человек может воплотиться, например, в свинью и в других существ. Если это так, значит, кармически весомо каждое убийство, или это зависит от убийцы и жертвы, от впечатлений, которые происходят с этими существами? Понимаешь, какая штука, что любое действие, связанное с подобными проявлениями, оно не может не оставлять отпечаток, впечатление, не может не оставаться. Понимаешь, такова природа, природа ума. Потому что лишение жизни живого существа, оно очень сильно откликается впечатлением, которое возникает. Понимаешь? И поэтому это впечатление, оно и является потом кармическим. Вот по весомости это как, ну, по сути, значит, какое бы существо ни умерло. Да нет никаких весов, понимаешь, весов нет. Весов нет. Невозможно взвесить карму. Поняла. Ну, окей, тогда, значит, второй вопрос уже, скорее всего, хотелось спросить. Если жизнь зарождается в утробе, и женщина решается на аборт, это также кармические завязки? Ну, конечно, это тоже кармическое проявление, которое, да, которое довольно тяжёлое тоже. Ну, взвесить это. А если в роду, как это передаётся, как-то по роду дальше, как отрабатывать тогда такие вот кармические завязки? С страданием всегда отрабатывается. Как ещё? Хорошо. Как ещё? Посмотри. То есть отрабатывается карма родителей, детьми, которые являются в этом мире какими-то неполноценными. Угу. Хорошо. Так отрабатывается карма рода. Хорошо. Благодарю. Благодарю, мастер. Спасибо.